МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. На мосту через Днепр запустили 4 полосы из 6. Устройство асфальтобетонного покрытия полностью завершено. Оно стало финишным этапом реконструкции проезжей части. В ближайшее время мост еще несколько раз перекроют, но уже всего на несколько часов. На объекте будут проводить испытания. Отделка объекта и его благоустройство еще продолжаются. Грядущие выходные в Могилёве устраивают плодо-овощную ярмарку. Урожайные ряды развернутся в сквере «Сорокалетие Победы» и по улице Миронова с 10.00 до 16.00. Все, что уродилось на огородах и полях, представят более 30 субъектов хозяйствования региона, в том числе местные фермеры и могилевские предприятия. В Могилёве естественный прирост населения. В городе родилось на 202 малыша больше, чем в прошлом году. На 1800 браков, зарегистрированных в этом году, приходится 230 разводов. Кстати, нынешние женихи и невесты стали старше. Средний возраст брачующихся 28 лет. Могилевчанка Галина Коксина с детства в инвалидном кресле. Галина Николаевна – человек активный. Ей всегда хотелось работать. И вот автопарк откликнулся на обращение жителей Дома ветеранов. Благодаря тому, что в рейсовых автобусах сделали специальные пандусы, люди с ограниченными возможностями теперь могут ездить на работу в любую точку города. Каждый день в 7 часов утра Галина Коксина приезжает на остановку. Подняться в автобус ей помогает водитель. Водители в основном, видя меня, выходят и отлаживают пантус. Если есть там пантус, если нет пантуса, значит, они подъезжают ближе. Ближе я людей прошу, они помогают сгрузиться. Все водители первого автопарка Могилева уже прошли специальную учебу. Они обязаны помогать людям с ограниченными возможностями пользоваться общественным транспортом. За последний период практически весь подвижной состав большой вместимости идут именно с такими устройствами. И в ближайшее время тоже планируется закупка именно таких автобусов. Даже последние особо большой вместимости автобусы, это марки МАЗ-215, гармошка так называемая, они уже оборудованы вот этими пандусами. Добирается на работу на общественном транспорте и Дмитрий Шаповалов. Он работает в филиале Центра социального обслуживания в микрорайоне «Юбилейный». Я живу в доме ветеранова, у нас социальный дом в Могилеве специальный есть. У нас там тоже оборудована безбарьерная среда, то есть мы сами можем выехать на улицу. Есть пантуса. Четыре года назад сделали новую дорогу по всем стандартам. То есть можно без проблем добраться до остановки, низкие бордюры и низкие автобусы, низкопольные ходят. В основном есть и много, которые откиданы и пантуса. Дмитрий консультирует инвалидов по безбарьерной среде. В категории «Люди с ограниченными возможностями» относятся не только колясочники. Это пожилые, мамы с колясками, беременные, люди с нарушениями зрения и слуха. И безбарьерная среда должна соответствовать международным стандартам. Рассказывает Дмитрий. Главное препятствие во время передвижения – высокие бордюры. На тех улицах, где сделали реконструкцию, искусственных препятствий уже меньше. Двигаться стало легче. А вот подземные пешеходные переходы – серьезная проблема для человека на коляске. У нас есть новые подземные переходы. Их только два могли. Но вот именно тот, который поновее, там уже была предусмотрена безбарьерная среда и установлены шесть подъемников. И с этих шести подъемников ни один был не работал. И это центр города, и очень большое движение. И кроме подземного перехода, в принципе, нереально перейти дорогу. В начале ноября откроется новый подземный переход вместе с мостом через Днепр на Пушкинском проспекте. Со стороны улицы Челюскинцев уже установили специальный лифт. На пешеходных спусках, на светофорных переходах везде использован заниженный борт. В подземных переходах везде предусмотрены пандусы. Для инвалидов-колясочников конкретно в подземный переход предусмотрен лифт, который наш лифтовый завод предусмотрел размеры коляски и с этих условий разработал лифтовые механизмы. По словам строителей, новый переход полностью соответствует концепции безбарьежной среды. Скоро оценку этому дадут сами колясочники. Остается надеяться, что все остальные горожане будут бережно относиться к этому дорогостоящему оборудованию. Именно с Могилева стартовала республиканская акция «День парковок». Места для авто возле одного из торговых центров на несколько часов превратились в библиотеку, кафе и концертную площадку. Общественная инициатива «Экопроект» таким необычным форматом уверенно заявляет. В современных городах все занято транспортом, а вот для человека места, увы, почти нет. Во дворах сейчас уже заходишь и видишь только одни машины. И поэтому, чтобы все-таки люди обратили внимание, что в городе есть не только машины, но есть сами люди, которые все-таки чем-то занимаются, кроме как ездят на транспорте. Поэтому на это и рассчитана акция, что можно иногда хотя бы ездить на городском транспорте. Везде в мире экология очень на низком уровне. Везде загрязнение. А экология-то надо, чтобы поддерживали все. Инициатива очень интересная. Для меня она сначала показалась как-то немножко странной, а когда вот так подумать, в этом есть очень серьезный смысл большой. Потому что действительно люди уже в бедоне, в стекле, они не видят природы, они все бегут, 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 бегут куда-то, пробегают мимо, они не видят ничего. Поэтому остановиться бы и задуматься о том, что есть. Поэтому эта акция замечательная. Могилевчане, конечно, люди скромные, так что за чашкой чая и полезными зелеными листовками подходить не спешили. Но музыка и атмосфера сделали свое дело. А ведь в городе между тем ведется активная зеленая работа. И мы оказываем, скажем так, помощь в создании зеленой карты микрорайонов. И каждый желающий может получить консультационную помощь по вопросам устойчивого развития от наших региональных экспертов. Зеленая карта Могилева – это, скажем так, карта, которая представляет собой экологически неблагополучные места региона. 22 сентября в Беларуси объявлен днем без автомобиля. У экологов предложение. Ну, вы, кажется, уже поняли. Я сейчас учусь в университете и приезжаю только на выходные домой. Но я, можно сказать, по пять дней отказываюсь от машины и так далее. Долгое время не езжу. А вот повод для экологического беспокойства есть, только знают об этом не все. Между тем, только в Могилевской области насчитывается более 360 тысяч личных автомобилей. Выбросы от автотранспорта Могилевской области составляют, ну, наверное, раза в два с половиной больше, чем от всех предприятий. Ну, и мы сами видим загруженность наших дорог, пробки, ну, и соответствующие запахи, пыль, споги, которые способствуют в то же самое автотранспорт. Тем же, кто отказаться от авто не может, предлагают пересесть на соседское. У меня машина, у соседа автомобиль, то есть мы с соседом, он оставляет автомобиль, я его везу или наоборот. То есть кто-то один из двух отказывается от автомобиля? Или из трех, или из-за четырех, хоть пять человек. Так или иначе, сделать город свежее и чище возможно, и начать предлагаем с одного дня. Наши люди в Голливуде. На пару дней из Лос-Анджелеса в свой родной город Могилев приехал ныне голливудский актер и продюсер Артем Кулик. Выросла будущая звезда на Минджинке. Артем Кулик учился в 11-й школе, закончил факультет физ. воспитания в Могилевском педагогическом институте имени Кулешова и училище Олимпийского резерва. Играл в баскетбол за юношескую сборную Беларуси, ездил на универсиаду и выступал в высшей лиге Республики Беларусь за Могилевский темп. Но в 25 лет после травмы колена пришлось со спортом завязать. После этого Артем всерьез задумался о карьере актера. И у него появилась мечта стать голливудской звездой. Все наши могилевские тренера, они всегда говорили, Артем, если ты занимаешься спортом, нужно всегда стрелять по звездам. Если ты хочешь быть баскетболистом, делай все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду и привезти золотую медаль. Хочешь быть актером, езжай в Голливуд и привози Оскара за лучшую мужскую роль. Главный жизненный принцип Артема Кулика – не разменивайся на второе место. Всегда иди до конца. Чтобы добиться своей цели, Артем поехал покорять Москву. В марте я ставил палатку и раздавал где-то, наверное, тысячу-две тысячи фотографий. Стучался в каждую дверь. Был такой баскетболист Могилевский Андрей Сверидов. Вот он меня в Москву, он сказал, говорит, Тёма, слишком ты талантливый для маленького города. И он мне помог переехать в Москву. И привел меня на киностудию Мосфильм, посадил с большими режиссерами и говорит, вот это, говорит, будущая звезда Голливудская. Артем начал сниматься в сериалах. Поступил в Институт телевидения Останкино. Прошел практику на НТВ. Комментировал матчи Евролиги и НБА. Был лицом Макдональдс. Был лицом ТНК. Открывал три года подряд московские недели моды. Работал с Доминик Дольче Габбана. К этому времени в копилке у Могилевчанина было 18 сериалов, 10 фильмов и съемки в рекламе. Артем успел сняться в сериалах «След», «Ранетки», «Солдаты», «Кулагины» и «Партнеры». Но мечта вела его в Голливуд. И я приехал к маме. Я говорю, мам, вот тебе на два года все мои сбережения, все деньги. Мне нужны от тебя благословения. Я хочу, я беру с собой 35 долларов, билет и лечу в Лос-Анджелес и еду за своим мозгом. Не владея разговорным английским. Не имея работы, но с большой мечтой. Есть агент в Голливуде, его зовут Виктор Круглов, его агентство 25 лет уже в Голливуде. То есть он первый русский человек, который приехал к русской агентству. И когда Стивену Спилбергу Джеймс Кэмерон нужны русские актеры, он звонит в русское агентство и говорит, мне нужно 5 таких там мальчиков, бандитов или других, то есть разных персонажей. То есть вот, я к нему встал в агентство и начали работать. На данный момент Артем может похвастаться ролями в 14 голливудских сериалах, в том числе довольно известных «Скорпион» и «Закон и порядок». Но и это еще не все. Недавно Артем стал продюсером комедийного шестисерийного сериала о судьбе начинающих актеров, в котором он, кстати, еще и играет продюсера Виктора Круглова. Я думаю, что я нашел тебе Бенсон Бронсон Бонстон. Простой парень с Минджинки сейчас живет в Голливуде, через дорогу от студии «Юниверсал». Так, по его словам, легче ходить на кастинги и видеть то, к чему стремишься. В Могилев Артем приехал впервые за 8 лет. Соскучился по родине безумно. Особенно, конечно, по маме. Мне, конечно, очень хочется, чтобы мама жила на берегу океана и воспитывала моих детей, так как она воспитала меня. Но мама – это всегда была любовь моей жизни, главная женщина моей жизни. И самый большой мотиватор. И ты можешь свернуть, поверь мне, любые горы. Ты можешь весь мир покорить только ради любимого человека. Главное, чтобы в тебя верил один человек. Твоя сестра, папа, мама, кто-то, близкий друг. Один человек может изменить твою жизнь. По поводу семьи говорит. Моя семья – это моя карьера. Чтобы везде успевать, спит по 3-4 часа в сутки. Прощальное селфи с Артемом мы сделали возле звездочета. На фоне кинотеатра «Родина». Пускай лежа на берегу океана и глядя на слово «Родима», он вспоминает о нашей встрече и родном Могилеве. Дорогие мегалевчане, большой вам привет из Лос-Анджелеса. И мне хотелось бы пожелать, чтобы у вас у всех была мечта. Идите к своей мечте, несмотря ни на что. Верят в тебя люди, не верят. Верь сам в себя и будь сильным. Будь сильным, будь смелым. И, как говорил Наполеон, смелость города берет. Удачи во всем. Пока. Давно хотели сделать ремонт в квартире, обновить свой гардероб или купить телевизор. Цели могут быть разные, но порой финансовые возможности не позволяют осуществить задуманное. Однако, что делать, если хочется здесь и сейчас? Банки и магазины Могилева предлагают решение этого вопроса. Взять в кредит или в рассрочку? Что лучше? Попробуем разобраться. Брать сейчас, а платить потом. Такая финансовая технология становится популярной у могилевчан. Кто-то оформляет кредитные карты и пользуется ими, другие приобретают так называемую карту рассрочки, которая позволяет покупать товар сразу, а его цену разбивать на несколько платежей, при этом не переплачивая за товар. Иные предпочитают совершать покупки в лизинг. Это своеобразная форма аренды с последующим правом выкупа. Те, кто не хочет себя связывать обязательствами с банками, могут воспользоваться рассрочкой от магазина. Наш магазин специализируется на строительных материалах, и, как правило, иногда покупки бывают дорогими, высокими по стомости товары бывают. Мы предлагаем нашим покупателям рассрочки на 2-3 месяца. Если товары свыше 7 миллионов, то предлагаем оформить рассрочку на 6 месяцев. Под рассрочку попадает и акционный товар, к тому же многие магазины дают дополнительную скидку по картам лояльности. Выгодно? Безусловно. Но не всегда. К примеру, в Могилеве один из магазинов бытовой техники стоимость товара указывает дважды. Первая меньшее – это приедено временное плате, вторая на 25% больше – уже в рассрочку. Необходимо помнить, что многие магазины сами определяют те товары, которые предоставляются в рассрочку. И зачастую не всегда можно приобрести выбранную вами вещь в рассрочку без переплат. Некоторые магазины предлагают ее со своей определенной дополнительной стоимостью. В случае с нашим товаром выгоднее взять кредит. Планшет покупаем в магазине за 349 рублей 99 копеек. Переплата за те же 6 месяцев составит 24 рубля 70 копеек. И не забываем, кредит можно погасить досрочно, а значит, сэкономить еще больше. Находясь перед выбором, рассрочка или кредит, обязательно анализируйте цены на рынке и сравнивайте предложения продавцов. Обязательно найдется вариант, который позволит снизить вашу финансовую нагрузку и реализовать давнюю мечту. Бытует мнение, что горожане – это непременно жители многоэтажек, которые ни на что не променяют свои квадратные метры. Но это заблуждение. Наши следующие герои – супружеская пара – могилевчане. Но уютной квартире они предпочли не менее уютный частный дом, где с успехом возделывают свои приусадебные грядки. И, кстати, в следующем году, как и наш родной могилев, супруги отметят юбилей – день рождения их семьи. В следующем году Виктор Константинович и Галина Васильевна Проженник отпразднуют золотую свадьбу. Когда-то им хватило всего 15 дней, чтобы понять, они те самые единственные друг для друга. Встречались совсем недолго, она не знала, что я военный. Папа у нее был военный. Я потом ей говорю, поехали со мной, и ты увидишь весь союз. Она говорит, ты шутишь? Я не шучу. Сыграли свадьбу, а вот расписаться не успели. Очередь в ЗАГСе была на месяц. Так и увез 50 лет назад молодой лейтенант Виктор красавицу Галю с собой в Усолье Сибирское. Уже там они официально стали семьей. А потом мы уехали. Мукачево – это западная Украина. Потом мы уехали в Ногинск. Из Ногинска мы уехали в Таусы, в Прибалтику. Из Прибалтики мы уехали на Камчатку. С Камчатки мы уехали в Подмосковье, в Коломну. С Коломны мы уехали в Николаев. С Николаева мы уже приехали сюда. На ту же улицу, где когда-то жила Галина Васильевна. В доме через дорогу до сих пор живет ее брат с семьей. Взяли 10 соток земли и начали строительство. Вместе с домом у семейства появился небольшой огородик. Давнишняя мечта. Я занимаюсь виноград, деревья фруктовые и теплица помидора. А она занимается клубникой, цветами, перцем. Все-таки есть разделение? Есть разделение, да. Небольшое, но есть. Порой огород преподносит сюрпризы. Например, вот этот помидор уж больно напоминает мишку – символ Олимпиады 80. Ну, розы – это вообще моя слабость. Меня тут Виктор Константинович насажал. Ах, как хорошо пахнет! Ммм, прелесть! И такую вот розочку. Я в дом обязательно должна срезать цветочки, поставить на стол. Иначе мне потом как-то нехорошо, если там не стоит цветочек. У Виктора Константиновича и Галины Васильевны двое детей, четверо внуков и одна правнучка. И самая большая награда – это то, что для своих потомков они стали примером. Я очень счастливая женщина. Насколько счастливая, что я хотела бы, чтобы мои дети и мои внуки, и мои правнуки были такими же счастливыми, как я. Ты – женщина-цветок, источник и звезда, таинство, прекрасно и не знал. Ты – пламя человека, тепло семьи и дома. Ты – свет, что не гаснешь никогда. Могилевская библиотека номер 2 по улице Якубовского получила литературного покровителя в лице белорусского писателя Ивана Петровича Шамякина. Такой подарок к 50-летию храма книги городу сделали родные писатели и местные власти. Вы спросите, почему именно Шамякин? Ответ есть – именно его выбрали сами горожане во время онлайн-голосования в группе библиотеки в соцсетях. Именно Шамякин обошел Купалу, Колоса, Короткевича и прочих метров отечественной литературы. Быть может, сыграла на руку визуализация, ведь шамякинские атланты и кариатиды «Возьму твою боль, сердце на ладони» уже давно стали классикой белорусского кинематографа, став понятными тем, у кого на чтение сегодня почти нет времени. Что особливого усты или условия Шамякина, что робите годами? Народность. Народность высокие, вельми литературные условия. От глубокого ведания литературы, вытоковая история литературы. Официальное открытие, внимание, прессы, красная ленточка. Для библиотеки это все, мягко сказать, в новинку, ведь здесь голосуют за тишину. Но именно такое движение – возможность сказать своим нынешним и будущим читателям – мы есть и мы ждем вас. Большую ставку делают в библиотеке на молодых читателей. Они есть, и их меньше не становится. Это, например, Вика Шелковская, ей 13, а в библиотеку она приходит, внимание, уже 8 лет. Почему ты именно в библиотеке берешь книги? Ну, потому что тут выбор шире. В интернете мне не очень нравится читать, глаза сильно устают. А в библиотеке можно выбрать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится больше всего. Сейчас в основном вся молодежь в интернете, и поэтому, естественно, наши проекты будут и в интернет-пространстве. Поскольку знакомить с творчеством наших белорусских писателей где-никак сегодня не в интернете для молодежи. И самое интересное, что они с удовольствием, в общем-то, нашу информацию просматривают, читают и даже отвечают. Первый полувековой юбилей задал Тон. Теперь нужно искать новый подход к своим современным читателям, которых только за год приходит до 5 тысяч. Ивановы, Кузнецовы, Петровы и Сидоровы. А вот вечеринка — три коротких звонка. Раз, два, три. Кстати, мы отправляемся на необычную библиотечную вечеринку. И это совсем не скучно, ведь в Могилеве придумали необычный формат чтения. И сегодня мы идем на домашнюю вечеринку в тапочках и домашней одежде. Добрый день. Ну, кто там звонит и звонит, и никак не заходит. Не заходит, идемте. Заходите, давайте. Кстати, главное условие вечеринки — это домашняя обувь. Ее и переоденем. Гостей библио-вечеринки встречает заведующая сектором библиотеки, а ныне перевоплотившаяся в ответственную квартиросъемщицу. Для создания особенной уютной атмосферы — халат и тапочки. Эдакая домашняя теплота по-могилевски. Как перевоплотиться в такой образ? Он комфортен? Конечно. В душе каждой женщины, наверное, живет стерва. Такая ответственная квартиросъемщик, которая ходит к соседям, следит, подслушивает и пытается навести свой порядок. Идея создания таких неформатных вечеринок пришла в Могилев несколько лет назад и быстро стала популярной. Мы придумываем такие мероприятия, которые привлекают людей. Они приходят к нам и замечают, что у нас здесь оказываются еще интересные книги, а еще у нас и Wi-Fi. И почему бы вас просто не посидеть в очень уютных зонах? Я помню достаточно большие библиотеки, когда в школе училась, в институте училась. Сидишь, обложишься книжками, переписываешь, и тишина, и слышно, как муха где-то пролетела. А сейчас для меня вот этот уровень звука, он абсолютно никак не вяжется с понятием библиотека, потому что все шумит, все гремит, все смеются, все улыбаются. Но это круто. Это здорово. Мне нравится ходить в библиотеку в носках, вот так, как ты сегодня. У меня просто тапочек не было. Ну, удобно, скажи. Очень. Могилевскую библиокоммуналку организаторы разделили на уютные домашние зоны. Гости могли попасть в комнату Алисы из Страны Чудес. Волшебство. Мое. Или познакомиться с главным библиотекарем – Ириской. Моя девочка. А после уйти в подземное метро 2033 года. Квест по мотивам нашумевшей книги, как краткое содержание издания, после которого мне лично захотелось прочесть полную версию. А где мы находимся вообще? Мы находимся в пустапокалиптическом метро после ядерной войны. Как известно, московское метро было самым большим в Советском Союзе. Срочно уходим. В самом большом в Советском Союзе атомным бобоубежищем единственные люди после атомной войны выжившие выжили именно на станциях московского метрополитена. Могилевская библиокоммуналка. Запах книжных страниц и свежей выпечки, приправленная остринкой современных и классических сюжетов. Неформатная библия вечеринки в Могилеве планируют сделать традиционными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова